Ну что, дорогие друзья, готовы встречать это утро еще бодрее, еще веселее? Если готовы, то встречаем наших гостей обворожительные, красивые, блондинки, красавицы. Ну, в первую очередь, организатор нового конкурса, новый, в первый раз проходит 2017 Мисс Фитнес. И Елена Строганова, тренер по йоге. У нас сегодня в гостях. Организатор Юлия Воскобойникова. Давайте поаплодируем. Ну, всем, конечно, вопрос. А вы нам отлично. Доброе утро, девчонки. Владиана встала в студии Польша, это значит, что настроение у меня поднялось. И мы готовы уже пообщаться с нашими спортивными дамами. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Про конкурс интересно. Нет, интереснее, замужем ли дамы? Да это понятно, Саша. Хорошо, давайте про конкурс. Про конкурс. Девчонки. Ну, да я, собственно, я не замужем. Поменяйтесь местами, пожалуйста. Хорошо, я поехала. Да. Нет, нет, посидите просто подальше. Рассказывайте. Меня зовут Лена Строганова, я тренер по йоге. Так. К вам пришла в гости. Как вам наши декорации? Ой, шикарно. У вас очень уютная студия и симпатичная ведущая. Отлично. Все, я задал все вопросы, которые хотел. Маша. Леночка, почему именно йога? Почему именно я? Ну, мне очень нравится йога. И я сначала занималась сама, увлекалась, а сейчас преподаю. Сначала это было мое хобби, потом начала немного преподавать для своих сотрудников, с которыми работала, офисных работников. Потом для своих друзей на природе, которые вечно меня просили, покажи нам какие-то упражнения. А сейчас вот я уже тренер по йоге. Лена, вот знаете, вот если честно, мне кажется, что йога, ну это чисто мое мнение, мне кажется, что йога это немного скучно. Вот правда. Я никогда ей не занималась, но мне правда кажется, что это вот как-то вот все. Мне хочется бежать, как-то двигаться. Активности, да? Да, чем полезна йога? Может быть, я не права. Ну, в чем фишка-то? Но вы знаете, в наше сейчас быстрое время, стремительное, когда мы постоянно на телефонах, постоянно в машине, в пробках, важно немножко остановиться. Подышать, направить внимание вовнутрь себя. Давайте подышим. Давайте правду все подышим. Давайте подышим. Давайте, что делать? Сядьте на край дивана. У вас симпатичный диван. И ноги. Сложите ступни вместе, опустите руки на колени и сядьте с прямой спиной. Ага. Сделайте несколько круговых движений плечами назад и движения плечами вперед. Одновременно. Одновременно. Хорошо. Так. И мы с вами начнем дышать. Мы будем дышать с вами грудным дыханием. Можете повторить? Давайте начнем грудным дыханием дышать. Хорошо. Мне нравятся ваши ведущие. Александр. Александр. Очень приятно. Очень. Ну что, вы готовы? Да. Отлично. Сделайте вдох носом. И выдох носом. Еще раз вдох. И выдох. Теперь направьте свое внимание в грудную клетку. Представьте, что вы расширяете ребра и лопатки в разные стороны на вдохе. А на выдохе собирайте их вовнутрь. Давайте попробуем. Давайте. Что собирать вовнутрь? Извините. Что собирать? Внимание вовнутрь нашего тела в область ребер. Можно даже положить ладони под грудину. Готовы? Себе. Друзья, вы тоже не отвлекайтесь. Тоже, пожалуйста, делайте что-нибудь. Давайте вместе с нами. Утром очень полезно. Да. Мы на вдохе будем раскрывать ребра и лопатки в разные стороны. Готовы? Все вместе. Вдох. И мягкий выдох. Старайтесь плечи не поднимать. Хорошо. Расслабьте мышцы на лице. Я боюсь, я сознание потеряю. Я не могу. Если это в руки, то я не могу себе налять. Мне нельзя их расслаблять. Вдох. И мягкий выдох. Вот мы с вами занимаемся йогой. Йогой. Здорово. А как это называется? Как это это упражнение? Это дыхательное упражнение. Называется дыхание Уджая. Дыхательная практика Пранаяма. Юля, ну, наверное, вам тоже хотелось бы задать несколько вопросов. Мероприятие будет называться Мисс Фитнес. Отличается ли как-то от обычного конкурса красоты? Ну, конечно. Уже само название говорит о том, что конкурсантки это спортивные девушки. Будут ли бороться друг с другом конкурсанты? Нет. Ну, конечно, у нас были идеи, чтобы девушки боролись в грязи или в масле. Саша, мы говорим. Вот, но потом все-таки решили... Решили отменить. Да, решили пойти по таким избитым канонам. И все-таки это будут элементы конкурса красоты, но все равно со спортивным уклоном. Только могут принимать участие вот такие красивые участницы? Ну, на самом деле у нас все девушки красавицы. Все умницы, красавицы, спортсменки. Саша, хотел сказать, да, профессионалы или обычные девушки. На самом деле у нас помимо профессиональных тренеров есть еще девушки, которые любители. Есть все-таки. Да, да, это могут быть просто мамочки, которые периодически посещают тренажерный зал, но чувствуют в себе какой-то потенциал. И они, вернее, составляют такую конкуренцию профессиональным тренерам, что... Так, хорошо. Хотелось бы узнать, чем движет желание участвовать? Что за главный приз? Главный приз – это разворот в журнале и обложка журнала «Красота и спорт». Также поездка в город Сочи. В пятизвездочном отеле будет предоставлен номер. Ты пролетаешь! Почему нет? Ну, потому что. Что мы выиграем вдвоем? Два билета там в Сочи? Ну, конечно, на двоих. Путевка на двоих. Я подумаю, взять тебя или нет. Выиграешь, выиграешь. Ну, я... А ведь ты не это спрашиваешь. На самом деле у нас очень честный конкурс. И прецедентов по поводу того, что я хочу занять первое место, что мне для этого нужно сделать, таких нет. У нас абсолютно все честно, все прозрачно. И... Все потому, что организатор – женщина, а не мужчина. Ну, конечно. Все по-честному, да? Да, да, естественно. Ну, хорошо. В принципе, в теории мы уже все поняли. Смотрим, следим. Будем болеть, кто за кого... Ну, я-то знаю, за кого я буду болеть. Спасибо. И предлагаю вместе еще. Ну, вот мы подышали как-то мало. Хочется как-то взбодриться. Да, это же фитнес. Мы про фитнес говорим. Давайте делать. Давайте заниматься. Давайте, давайте заниматься, конечно. Отлично. Я хочу вам предложить комплекс, который можно делать на работе. Например, это называется офисная йога. Офисная йога. Ну что, попробуем? Да. Ага. Все, кто сейчас смотрит, мотайте на ус. Давайте вместе с нами. На работе можно, да, такую разминочку и как второе дыхание. Отлично. Может быть, выйдем вот сюда. Да. А я посижу на вас посмотреть. Можно я тоже посижу и посмотрю? Мы посидим. Я разуюсь, потому что я на каблуках. Хорошо. Хорошо? Да. Отлично. Становись рядом со мной. Так. Мы с тобой сделаем несколько упражнений из йоги. Так. Чтобы немного размяться. Мы целый день сидим за компьютером. Я свой день начинаю с сальто вперед. Отлично. Класс. Показывай. День уже давно начался. Хорошо. Первое положение, которое я хочу предложить, называется поза горы. Ступни стави вместе. Так. Я бы, конечно, тебя разула, но у тебя плоская подошва, поэтому ты остаешься в тупне. Есть еще одна причина, по которой не ступни говорится. Хорошо. Ставим ступни вместе. Круговым движением вводим плечи назад. И ладони тянем в пол. Подбородок параллелен полу. Смотрим вперед. А как мне смотреть, что делать дальше? Просто оставайся в этом положении. Тяни ладони в пол, вытягивайся вверх. Можно я тебя разверну боком? Проверьте, пожалуйста, когда вы делаете это положение, чтобы у вас не было прогиба в спине. Таз подкручиваем, копчик направляем в пол. И начинаем, продолжаем вытягиваться руками вниз. Смотрим вперед. Отлично. И расслабляемся. Расслабляйся. Я максимально расслаблен. Хорошо. Я подкрутил копчик и все сделал. Ты настоящий йог. Да. Слушай, хорошо, неплохой мастер-класс. Давай еще одно положение. Мне оно очень нравится. Называется поза стула. Я был горой только что? Ты был горой. Да, теперь ты стул. Я отойду немного дальше. Руки через стороны поднимаем вверх на вдохе. Ступни вместе. Руки раскрыты на ширине плеч. И таз уводим назад, как будто садимся на стул. Давай вместе со мной. Руки подними выше. Останься в этом положении. Смотри вперед. Я как тренер буду тебя поправлять. Мне горой больше нравилось. Собери пальцы вместе. Выпрями спину. Подкрути копчик. Я уже умею. Отлично. И центр тяжести перенеси в пятки. Подними руки повыше. И выпрями локти. Вытягивайся вперед. Представь, что ты тянешься назад. Я расслаблен. Класс. Молодец. Круто получается. Отлично.